всем привет с вами роман стикс в этом видео расскажу вам о плагине bass room уже многие мне писали что когда же ты сделаешь обзор на этот плагин вот наконец я до него добрался итак что это за плагин это эквалайзер но необычный эквалайзер а эквалайзер со встроенной аналитикой то есть в первую очередь как следует из названия он рассчитан на работу с низкими частотами в оригинальной видеопрезентации плагина производители показывают что в случае если мы используем этот эквалайзер то практически полностью отсутствует так называемый pre-ringing то есть вот обратите внимание красненьким вторая вот эта картиночка то есть вот есть некий transient ну допустим это удар бас бочки что-то и вот обратите внимание происходит в звуке некое изменение до наступления этого transient причем в данном случае мы говорим о линейном эквалайзере то есть линейные эквалайзеры как правило вносят вот этот самый так называемый pre-ringing то есть происходит некая модуляция то есть все равно некий артефакт в звук вносится так вот в случае с плагином bass room они оптимизировали это я так понял что он работает по принципу минимал phase эквалайзер то есть он практически не сдвигает фазу насколько это возможно для уменьшения вот этого эффекта при рингинг то есть если говорить русским языком то плагин работает с басами очень корректно с минимальными артефактами насколько это возможно технически в принципе в наше время итак давайте вернемся к этому плагину и посмотрим конкретно на практике как он работает ну вот смотрите у нас есть пять полос то есть первая полоса до 20 герц дальше до 40 до 80 до 160 и до 320 все эти полосы соответственно могут настраиваться по гейну дальше как бы от нас это тише ближе к нам это громче то есть просто в этом эквалайзере гейн показывается вот таким образом дальше вот эти боковые слайдеры влияют на кью ну как здесь график и показывает чем ближе к центру тем более узкий кью то есть более узкая ширина полосы регулируется чем ближе к краям тем соответственно более широкая эквализация происходит но естественно основное достоинство этого плагина в том что он подсказывает какими должны быть наши басы на основе либо встроенных пресетов которые мы можем найти вот здесь то есть пресеты по стилям по разным либо на основе наших собственных референсов вы можете сказать что но это же то же самое сложение которое есть и в изотоп озон и так далее но нет здесь принцип работы немножко другой плагин принимает во внимание именно как воспринимаются на слух низкие частоты в треке отталкиваясь от его общего спектрального баланса но вы например наверняка знаете что если в треке провалить середину то будет казаться что в нем больше не застала или наоборот если середину усилить то будет казаться что на контрасте со средними частотами низа недостаточно так вот при расчете эквализации плагин как раз ориентируется на общую частотную характеристику трека и это на мой взгляд очень здорово то есть это не просто тупое копирование гейна той или иной полосы это именно интеллектуальный расчет как воспринимается бас на основе того какая у нас середина и вверх ну давайте к практике значит для начала давайте сориентируемся на какой-то пресет вот сейчас я включу наш трек пример так ну давайте сразу часть есть бас вот допустим я хочу чтобы мы приблизились к вшитому какому-то алгоритму ну вот например хип-хоп я выбираю допустим contemporary хип-хоп давайте включим воспроизведение сейчас начнется анализ вот вы видите вот эти маркеры они уже стали на определенные значения что эти маркеры нам подсказывают они нам подсказывают какой должна быть эквализация чтобы мы по звучанию низких частот приблизились к этому референсу вы можете обратить внимание что есть более широкие такие полосочки и есть более узкие полоски широкие полоски они работают как integrated loudness анализ то есть это накопительные показатели как бы на основе всего звучащего материала они наиболее соответственно дают нам правильное общее представление то есть в первую очередь стоит ориентироваться на них дальше вот эти маленькие слайдеры они показывают моментальный результат сложения на основе 3 секунд звучание то есть если в общем и целом в треке есть определенная картина но в какой-то части например баса стала больше или меньше то в первую очередь вы заметите отклонение в вот в этих моментальных маркерах короче говоря мы в первую очередь должна ориентироваться на вот эти глобальные показатели которые выглядят как более такие жирные вот эти полоски и так мы регулируем гейн так как нам подсказывает этот плагин то есть просто я вот кручу колесико мышки в моем случае это трекбол и так включаем воспроизведение то есть сейчас мы слышим уже звучание с эквализацией значит сразу нюанс чтобы корректно сравнивать звучание до и после эквализации нужно обратить внимание вот сюда то есть если мы мышку сюда наводим вот здесь показывается отклонение гейна которая вызвана изменениями в эквализации басов то есть воспринимаемая громкость трека изменилась из-за того что мы внесли определенную эквализацию соответственно мы можем этот слайдер поставить туда куда подсказывает вот этот значок чтобы этих изменений у нас не было то есть мы компенсируем общую громкость трека чтобы при нажатии кнопки bypass мы могли слышать все именно корректно без изменения громкости слышать только эквализацию низких частот и так давайте сравним что в итоге сделал плагин ну мне в целом нравится результат даже того как мы поработали вот с этим пресетом то есть бас как бы лучше так упакован более аккуратно но давайте рассмотрим работу со своим собственным референсом вот я сейчас импортирую сюда трек карди by money вот я его выбрал соответственно теперь я должен выбрать тот фрагмент трека который содержит басы я могу вот нажать на эту кнопочку и трек заиграет но я не буду этого делать просто чтобы youtube не заблокировал видео я сразу поставлю луп вот на эту часть я ее предварительно послушал я знаю что именно здесь сосредоточенное наибольшее количество басов в треке то есть я ее просто выделяю и теперь нажимаю create targets я бы мог сразу несколько референсов загрузить и потом между ними переключаться соответственно теперь я нажимаю вот сюда вот на reset то есть анализ мы как бы обнулили и заново просто включаем наш трек теперь идет уже сложение с референсом в нашем случае с треком карди by вот мы видим значение уже определились давайте сделаем эту эквализацию обратите внимание здесь вот маркер практически на передней границе то есть может быть даже он выходит за пределы и здесь у нас есть возможность регулировать диапазон коррекции вот нажав сюда вот на этот плюс 4 по умолчанию стоит но можно выбрать плюс 6 то есть на сколько децибел мы разрешаем эквалайзеру изменять гейн я сейчас увеличил это значение и действительно здесь вот суп внизу для того чтобы сравняться с карди by нужно прям на всю катушку как говорится задрать ну вот она рекомендуемая эквализация и нашем сложении давайте мы видим кстати говоря что оранжевым загорелся вот этот значок он говорит о том что воспринимаемая громкость трека изменилась более чем на 2 децибела то есть когда он загорается это означает что более чем на 2 децибела воспринимаемая громкость изменилась наша задача конечно же вернуть это обратно то есть вот к этому значению при котором одинаково воспринимается громкость трека до эквализации и после и вот теперь уже мы можем включать выключать байпас и слушать как звучит наша эквализация басы воспринимаются как более глубокие и именно этого я и хотел добиться потому что reference если вы послушаете сейчас наберете трек карди by money вы услышите какой-то мощный низ и вот соответственно в нашем треке тоже получился более глубокий бас значит что мы можем делать мы можем конечно до настраивать эти полосы на слух где-то делать более широкую более узкую эквализацию мы можем в соло режиме прослушивать каждую из этих полос как это делается просто при помощи нажатия на кнопочку control вот смотрите и щелчок на полосу то есть любую полосу так можно засолировать работать с ее соответственно шириной полосы с ее гейном на слух уже я имею ввиду также можно сделать следующее если нажать option то в процессе изменения вот этой ширины полосы будет автоматически солироваться эта полоса как соло выключили вот и я нажимаю на option и вот смотрите как только я касаюсь ручки q автоматически солируется эта полоса если я перестаю эти изменения вносить соло автоматически тоже отключается то есть вот для этого нужна кнопочка option ну или alt соответственно на pc ну в настроечках плагина можно включить подсказки включить или выключить отображение вот этих вот шутер маркеров гейна ну я шутер отключу у себя мне в принципе это не нужно на практике с этим плагином уже поработал мне лично понравилось в описании к этому видео вы найдете ссылку на производители этих плагинов и найдете ссылку по которой вы можете узнать об акции которая сейчас идет на видео курсы на сайте онлайн мастер класс точка ру с вами был роман стикс пока пока